Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня я хочу оставить свой отзыв на три люксовых аромата, с которыми я решила познакомиться. Это, конечно, бестселлеры, скажем так, в парфюмерной индустрии. Это будет и Lancome, и Giordano, Giorgio Armani и Montal. Первый аромат La Vie et Belle Lancome. Прекрасная жизнь в переводе. Рекламирует этот аромат прекрасная актриса Джулия Робертс. Очень красивая рекламная компания. Этот аромат выпал с 2012 года от парфюмерного дома Lancome. Много фланкеров, конечно, сейчас уже существует этого аромата. Эта группа ароматов цветочно-фруктовые, но я бы отнесла к гурманским. Парфюмер Amphlepo. Пирамида аромата. Верхние ноты черная смородина и груша. Ноты сердца. Ирис, жасмин, апельсиновый цвет. Ноты базы. Пачули, бобытонка, ваниль и пралине. Как описывает производитель, комбинация элегантного ириса, полида, проникновенной и чувственной почули, аромантичного жасмина и сладкого цветка апельсина, украшена соблазнительными ароматами ванили, сладкой карамели, экзотических бобов танка, миндального пралине и фруктовой пряной смородины. Это головокружительное благоухание способно увлечь неведанные дали фантазии и аромата наслаждения. Этот утонченный, изысканный букет понравится аристократичным особам, ценящим искусство и понимающим сложную, многогранную эстетику парфюмерного мастерства. Красивое описание. Прекрасной, дорогой жизни. Споры, конечно, о прекрасной жизни не утихают до сих пор. Одни судорожно гонятся за всеми фланкерами, другие считают своим долгом высказать фи. Кого-то он душит, некоторые считают его вульгарным, слишком сладким. Но, несмотря на большое количество негативных высказываний, парфюмерная вода Лавейбель полюбилась миллионам женщин по всему миру и, конечно, бесспорно является бестселлером и по сей день. Я предпочтение отдаю гурманским или цветочно-фруктовым ароматам. Люблю съедобные пирамиды, поэтому, конечно же, я заинтересовалась этим ароматом. Отношения к Лавейбель у меня двоякое. С одной стороны, он, конечно, надоедливый такой, вездестущий, громкий, известный. Но, если подходить объективно, это очень такой прекрасный парфюм. Он гармоничный, качественный, многогранный, шлейфовый. И спустя десятилетия его парфюмерность, популярность немножко снизилась. Да, пришли новинки, конечно, с которыми теперь Лавейбель, просто нежное дуновение ветерка. Потому что раньше он всех душил и считался очень-очень сильным снадобьем. Не знаю, что повлияло, но мне очень захотелось эту сладкую легенду. Очень уж мне понравился этот аромат. И хочу я ванили. Много-много ванили. Ваниль тут чуть ли не солирует. Сола, конечно же, ступает не сразу в ваниль. Здесь очень красивый ирис. Дает такое облачко цветочной пыльцы. И самую чуточку горчит апельсиновый цвет. Вообще, я слышу легкую терпкость, такую смягченную ванилью. Почули, пралине и ваниль. Сладость. Много сладости. Сладость такая недешевая, дорогая, изысканная. Аромат шикарный, конечно. Благородный, с изюминкой, узнаваемый, искристый. Но такой небеззаботный. Это, конечно же, не компотик. Аромат очень гармоничный, но в то же время яркий и громкий. Аромат, я бы сказала, наверное, праздник. Лично я чувствую очень приятный, сладкий аромат. Как только я распыляю, сразу слышу спелую, сочную грушу, небольшую нотку кислинки черной смородины. Через минут 10-15, когда аромат чуть-чуть выветривается, смородина совсем исчезает. И воедино сливается груша, ваниль и пралине. Где-то я прочитала, что форма флакона и сам налитый в него аромат символизирует улыбку счастливой женщины. Вот это вот улыбочка. А крылышки символ свободы и уверенности. Стойкость, конечно, аромата запредельная. Аромат будет сопровождать вас везде, согревая и окутывая ароматным облаком. На мой взгляд, конечно, аромат исключительно зимний, на холодное время года. Я думаю, летом он будет очень интенсивен. У аромата невероятная стойкость, стильный дизайн флакона узнаваемый и красивое сочетание ярких нот. И, конечно же, он попал в мой лист хотелок. Виш-лист, скажем так. Следующий аромат, который также я приобрела познакомиться в Проблике, это Cipassion Giorgio Armani. Принадлежит он группе цветочно-фруктовых. Выпущен в 2017 году. И был создан Julli Masse. Верхние ноты груша, черная смородина, розовый перец и грейпфрут. Средние ноты ананас, роза, жасмин и гелиотроп. Базовые ноты ваниль, кедр, амбервуд и почули. И что же, как красиво описывает этот аромат производитель. Аромат Cipassion от Giorgio Armani был представлен в 2017 году. Его название переводится как «Страсть». Яркая чувственная композиция с рухтово-цветочными нотами Cipassion. Создан специально для современной женщины. Независимой, сильной, решительной и одновременно грациозной и соблазнительной. Для самых женственных и прекрасных, которые уже успели оценить и полюбить божественный аромат Giordani Armani C, Giorgio Armani C, вышел еще более страстный его фланкер «Парфюмированная вода Passion». Она принадлежит великолепному семейству фруктово-цветочных композиций. Фруктово-цветочная феерия парфюмированной воды облачена во флакон узнаваемой формы, но отличается от предыдущей версии страстным насыщенным красным цветом. Что хочу сказать по этому аромату? Как долго я его хотела, как долго я себе его представляла, конечно, опять же, по рекламе. И здесь я стала жертвой неверной рекламы, неверной презентации. Черный, красный, пассион, страсть. Я беру в руки этот аромат Simple. Ожидаю услышать что-то насыщенно, гурманское, тягучее. Но это совсем не о нем. И думаю, конечно, флакон и крышки должны быть прозрачными. Жидкость такая светло-розовая. Он фруктовый, сладкий, достаточно свежий, вкусный. Шлиф очень тонкий, очень умеренный. Ну, в общем, очень приятный, красивый. Но это не про этот флакончик. То есть ассоциации у меня теперь с этим ароматом совсем другие. И, походу, я, наверное, влюбилась все-таки во флакончик этот красивый, красно-черно-страстный. Да, видимо, я повелась на его ошеломительную популярность. Аромат, я соглашусь, красивый, фруктовый, мягкий. Здесь ананас, груша, смородина. Сразу после нанесения усаживается близко к коже. И больше, конечно, никто его не слышит. Это только если я в запястье уткнусь самым носом. Вот мне пахнет размытой ягодно-косметической такой сладостью. Нравится мне сочетание груша, смородина, грейпфрут в начале. Спустя время появляется такая мягкая, нежная, маленькая роза-бутон, экзотический ананас. И вот в окружении пара веточек жасмина из хромного гелиотропа. В базе остаются сладковатые оттенки ванили и теплых деревяшек. Щепотка и почули. Но я не вижу здесь большой страсти в Сипасьон. Он легкий, радостный, позитивный. Таким ароматом можно пользоваться хоть каждый день. Он подходит и в офис, и на прогулку, и с джинсами, и с платьем. Я считаю, что аромат неоправданно назван страстным. Для меня он игривый. Но до страсти не дотягивает. Уж больно скромен он в этом плане. Кто-то говорит, что реклама совершенно не отображает содержимое аромата. Я с этим согласна. Героиня Кейт Бланшетт в красном брючном костюме представляет этот аромат. И красный флакон ему прекрасно подходит этому костюму. Но содержимое флакона, не сам аромат, не подходит. Это, возможно, страсть, но не та, что на показ. Интригующая, которая дает понять, что его носительница не так проста, чтобы выражать ее с помощью чулок в сетку и короткой юбки. Поэтому это, наверное, какая-то скрытая страсть, скрытый посыл. Поэтому я пассион этот от Армани представляю только с нюдом. Желательно днем. Для вечера он недостаточно тягуч, недостаточно глубок. Он не кашемировый шарф, а скорее вот такой легкий шелковый платок. Не согреет, не укутает, но станет отличным дополнением к незатейливому дневному образу. Но страсть, она тоже разная бывает. Поэтому си пассион это элегантный, многогранный парфюм, который хочется носить. Он хорош, нетривиальный аромат. Эффективная, эффектная такая упаковка. Единственное, конечно, чего можно пожелать, чтобы побольше, конечно, держался на коже. Он очень нестойкий. Отличное оформление, хороший аромат, но ужасная стойкость. Возможно, куплю я в маленьком объеме. Во-первых, если он в маленьком, почему? Потому что не придется жалеть о сотне евро. А во-вторых, маленький флакон можно взять с собой и в течение дня уже обновлять. И долго наслаждаться, и восхищаться этой прекрасной композицией. Она, конечно, этого достойна. Но очень маленькая, плохая стойкость. Поэтому на втором месте первые 100% приобрету этот. Еще подумаю. И третий аромат. Это Монталь Розы Смаск. Принадлежит он к группе цветочно-древесно-мускусные. Выпущен в 2009 году. Парфюмер Пьер Монталь. Далеко не новинка на рынке. И очень популярный парфюм французского дома Монталь. Парфюм Роз Маск. Изысканный союз розы и мускуса. Ласкающий чувства. Манящий в сказку. Нежная чувственная роза. Слегка приправленная мускусом. В легком облачке амбры и жасмина. Раскрывается очень выразительно. В любой сезон. Честно говоря об этом аромате долго рассказывать не получится. Так как во-первых в парфюме немного нот. А во-вторых звучит он действительно в рамках заявленных нот. И не более того. Композиция аромата включает ноты роза, жасмин и мускус. Красивый аромат. Интересный. Это хит среди Монтали. Мне кажется самый покупаемый аромат у бренда. Как наркотик какой-то. Почти всем нравится. До головокружения. Обращает на себя внимание. Яркий. Запоминающийся. Ну это роза. Мускус и все. В целом могу сказать, что любителям сочетания розы и мускус очень нравится. Так как аромат красивый, стойкий. И шлейф. Все присутствует в этом аромате. Аромат раскрывается на коже как будто бутон королевской розы. Роза тут далеко не нежная. Она явно доминирует при распылении. Отдавая свой яркий насыщенный аромат. Жасмин тоже не заставляет себя долго ждать. Красиво сливается. От этого запах получается искрящимся, манящим и головокружительным. Мускус. Компонент, который по-разному раскрывается на коже. Кто-то его любит. Кто-то ненавидит. Кто-то... Но равнодушными... Но равнодушными к этому вволакивающему запаху остаться очень сложно. Запах манталь розы смазк для меня оказался слишком тяжел. Я в нем буквально тонула. На каждом духе открываются, конечно, по-разному. На меня, видимо, не легло это сочетание. Роза меня просто давит здесь. Тяжелая такая, нависающая надо мной, обволакивающая меня всю. Достоинства этого аромата, конечно, бесспорно. Безумно красивый чувственный аромат. Благородный шлейф. Женственный красивый аромат цветов. Не похожий на другие ароматы. Узнаваем. Стойкий. Очень стойкий. Ну, недостатки это можно определить только что дорогой. Розы смазк. Самый попсовый и самый неоднозначный аромат. Я не знаю, конечно, человеку, которого он не вызвал бы никаких эмоций. Это либо лютая ненависть или фу-фу-фу. И либо вздохнул, пропал и купил. Дизайн флакона. Манталь, как мне кажется, такой попахивает китчем. Флакон такой с прищепкой. Это клипса-фиксатор. Прикольно дребезжит. И металл флакона смотрится все же необычно и завлекательно. Аромат яркий. Я бы даже сказала, мощный. Первый пшик реально может сбить с ног. Такой яркий аромат незамеченным не может остаться. Это правда. Это некая провокация. Обрати на себя внимание. Феноменальная стойкость. Это, конечно, фишка дома Манталь. Он очень популярный, попсовый. Хотя его время уже немного ушло. Не так уж часто его можно встретить на ком-то. Манталь это специфические ароматы. Не для всех. И, конечно, без аттеста брать их нельзя категорически. Если вы до сих пор не знакомы с этой розой, нужно исправляться. Даже если он вам совершенно не зайдет. Я считаю, что быть знакомым с таким легендарным ароматом, конечно же, нужно. Этот аромат я себе в хотелке не записала. Но хочу дальше продолжать знакомиться по пробникам с ароматами Мантали. Найти свой Манталь. Потому что, как я уже сказала, флакончик очень меня заинтересовал. И хочется мне от этого парфюмерного дома иметь какой-то аромат. Может быть даже не 100 миллилитров, 50, может быть 30 миллилитров. Но этот меня не покорил. Вот такие отзывы на три аромата. Неоднозначные. Леви и Бель для меня сластеные. 100% попадание. Сими. Хотелось бы, чтобы он был постойчив. Тут флакончик меня покорил. Розы с Маск Манталь. В моем случае нет. Спасибо. Пишите в комментариях, знакомы ли вы с этими ароматами. Любовь у вас с ними или не любовь. Интересно будет услышать ваше мнение в комментариях. А у меня на этом все. До новых встреч на вам канале. Всем пока.